пригодится, реально очень классный крем. Я даже не ожидала, ну как бы не верю, я давно уже не покупаю. Не знаю почему, но как-то все какие-то другие крема. Мне вот Оля как-то недавно дорогой крем покупала для рук. Он пахнет вкусно, он замечательный, классный. Ну ты помазал и через какое-то время все то же самое. Этот же мне понравился, я его заказала все-таки на Озоне, по-моему. Вот. Заказывала крем для ног и сразу решила, крем для рук попробовать, потому что там везде было написано, что это вот прям экстренная помощь для сухой кожи, это для тех там, у кого прям сухая кожа рук, я решила попробовать. Ну девочки, ну что, ну классно, ну что могу сказать. Если действительно классно, то это классно. Поэтому если кто-то страдает, если посмотрите мои истории, сфотографируйте себе, закажите, он недорогой. Так. Вы супер. Можете показать парфюм, что вы Олежке подарили. Я могу, конечно, пойти в комнату, но он сейчас там разговаривает по телефону, а так просто, давайте я вам назову. Это Том Форд Бергамот парфюм. Том Форд Бергамот. Спасибо большое. Здравствуйте, он очень хороший. Хочу на марафон. Гореньер в красном тюбике. Тоже хороший, да? Я такое тоже не пробовала. Ну я могу сказать, что я от этого прям вот довольна. Прям кожа мягкая стала. То я замучилась. Ну видимо из-за того, что я еще много там мою посуду, плету, чищу, там еще что-то готовлю. У меня постоянно руки в воде, либо контактируют с агрессивными средствами. Из-за этого у меня кожа очень сохнет. Я вот, не дай бог, если перчатки не надену, чтобы помыть плету, все, у меня кожа просто вся становится сухая до невозможности. Так нельзя все-таки делать. Вот. Еще средство мне нравится одно для стекол в душевой кабине. Тоже мне очень нравится. Точно сейчас не помню уже фирму, но я прям себе с запасом даже взяла, потому что прям понравилось, как очищает стекла душевой кабины. Вот. Какой фирмы крема? Нивея. Нивея со с пантенолом. Вот он с пантенолом. Посудомойкой я пользуюсь, конечно же. Но в посудомойку просто так посуду же не закинешь. Нужно все равно, допустим, если варилась мясо, и вот этот ободок там заварился, его надо вручную сначала помыть. А потом, если несколько чашек, то чего это посудомойку насиловать? Я и так помою отлично. Как называется цвет волос? Я не знаю, как он называется. Я знаю название краски и знаю имя своего мастера. Вот это я точно знаю. Ирина Александровна, очень хочу. Спасибо, Ирина Александровна, что делитесь с нами по возможности. Стараюсь заказывать по вашим рекомендациям. Да, девчонки, мне очень много благодарностей. Прилетает в Директ прям очень. Особенно по сковородкам. Это вообще. Вот этот чайник. Помните, я недавно в сторис показывала чайник и кружечки. Ну, бесподобные. Ну, реально я получаю прям колоссальное удовольствие, когда я завариваю этот чайник. Каждый раз. Я вот сейчас, Олежка, приболел. Я ему там по три чайника в день завариваю разные. С ягодами, с мятой, с медом, с малиной. И каждый раз, когда завариваешь в красивом чайнике, ставишь на свечку. Каждый раз это такая красота. Просто прям наслаждение. Прям смотришь на это и уже хочется попробовать. Я очень люблю такие вещи. Люблю красивые кружечки, красивые тарелочки и так далее. Вы шикарны. Спасибо большое. Какие принимаете препараты для профилактики варикоза? Леночка, никаких. Вообще ничего не принимаю, потому что я слушаю то, что говорит мой врач. Мой врач говорит, что ничего не нужно. Вот приезжайте ко мне раз в полгода. Мы будем смотреть, наблюдать. И я вам скажу, где-то, наверное, года два я практически ничего не делала. Ну, только вот сеточку убирала вот эту капиллярную и все. А вот последний раз, когда я была в ноябре, мне так врач говорит, ну все, пора уже более серьезно подойти. Нужно будет делать склерозирование глубоких вен. И я такая говорю, операция. Он говорит, нет, сейчас можно без операции, можно просто при помощи укола в вены, в эти глубокие, при помощи узи аппарата, делать такие вещи. Вот мне уже одну ногу, уже три приема было. И три раза вот я ходила. А правую ногу будем делать через неделю. Здравствуйте, вы шикарны, спасибо. Выглядите супер, спасибо. Очень хочется на ваш марафон. Девчоночки, приходите. У нас на марафоне реально очень круто прям. Вот действительно это место, где огромная концентрация позитива и добра. Вот действительно очень комфортно. Ты там расслабляешься, спокойно. Такая дружеская обстановка, дружелюбная. Вечерами особенно, когда мы собираемся на кухне, на посиделочках, затрагиваемся абсолютно разные темы психологические. Мы разговариваем, мы беседуем, мы обсуждаем и меню, и отношение к еде, и отношение к себе любимой, и отношение в семье. То есть самые разные вопросы затрагиваются. А утро всегда бодрое, всегда вот прям такое зажигательное, потому что с утра зарядка, ЛФК, лечебная физкультура, а потом у нас обязательно идет дыхательная гимнастика, потому что это тоже сейчас очень важно. Вот. И потом мы танцуем. И я вам могу сказать, вот, казалось бы, мне там бывает, пишут о злючке, что вот, не танцуйте, это не ваше. Какая разница? Мое, это не мое. Мне это нравится, я получаю удовольствие. Человек в танце раскрепощается, расслабляется, получает удовольствие, меняется, его движения даже становятся другими. Потом не забывайте это движение, а движение – это жизнь. А когда еще движение под музыку ритмично, так это вообще замечательно. Ирина Александровна, из-за проблем с венами вы постоянно сидите на крови разжижающих препаратов или нет? Нет, конечно. Что вы, что вы, не дай бог. Да, про варикоз очень интересно было бы послушать, нерабочие два клапана на обеих ногах. Юлечка, я могу на самом деле устроить встречу с доктором, флебологом, кандидатом медицинских наук Антоном Евгеньевичем. Это мой врач. Вот, если вы хотите, мы можем устроить такую встречу, и он уже профессионально ответит на ваши вопросы. Это не проблема. Но мой вам совет всем, для того, чтобы понимать, что происходит именно с вашими ножками, нужно просто сходить на первичный прием, на котором сразу же будет УЗИ, и сразу же вам скажут. И не такой уж дорогой прием, он стоит там около двух тысяч, по-моему. Вот, и на этом приеме врач сразу вам уже все сделает. И УЗИ, и консультацию, и скажет, надо, не надо, и так далее. Поэтому лучше сходить. Вот если есть какая-то уже проблемка, лучше сходить. Какую дозу цинка в день вы принимаете? Девчата, честно, не знаю. Вот у меня есть бутылочка с цинком. А какая там доза, я не знаю. Я выпиваю одну таблетку в день. Все. Добрый день. Так, много ли у вас мужчин в марафоне? Интересно ли им? Муж и дочь как единое целое. Думаю, мужик вам отправят для дочери, он хороший наставник. Смотрите, мужчины у нас в марафоне есть. Есть даже те, кто в эфир выходит, бывает и такое, но в основном с женой, конечно. А так вот сказать, что вот сам отдельно мужчина пришел, были такие случаи, но в любом случае у нас больше женский коллектив. И мужчины, если принимают участие, а они принимают участие, то они принимают участие со своей женой. Таких случаев много, и это действительно так. И очень многие мне пишут результаты своих мужей, и могу сказать сто процентов, что у мужчин вес уходит гораздо быстрее, чем у женщин. Вот такая история. Несправедливо. Как набрать вес? Мне не надо худеть, надо тассить. Мне, кстати, этот вопрос тоже задают. Но тут один вариант только. Приехать ко мне жить, и я вас откормлю. Это гарантированно. Танец это класс. Спасибо большое за такую возможность для женщин, за заряд энергии, за ваш позитив и доброту. Спасибо большое. Как называется клиника по флебологии? Она называется Доктор Лидер или Центр флебологии? Центр флебологии. Я ее, кстати, отметила. Да, в сторис отметила сейчас точно. Перед эфиром. Зайдите ко мне в сторис, там точно есть. Привет, Скипра. Привет. Привет. Нагина, привет. Привет, дорогая. Рада тебя видеть. Есть ли какие-то ограничения в едином марафоне? Ну, конечно, есть. Конечно, мы не едим жареное, мы не едим соленое, перченое, копченое, жирное очень. Хотя, вот, допустим, молоко мы пьем любой жирности, картофель мы едим, мясо мы едим, любое, какое хотите. Вот, поэтому ограничений достаточно мало, но они есть. Мы не едим консервированные продукты и так далее. Нагина, иди в эфир. Верочка Соловевая, соскучились. Ну, уже, девчоночки мои, скоро уже, уже прям суббота предварительный эфир, а воскресенье уже начинаем, стартуем. Еще я для вас приготовила еще один сюрприз. мы сохраним страницу январского марафона и там устроим то, что я вам обещала, помните? Я не была на марафоне, сейчас послушала вас и решила, я иду. Любонька, приходите, вам сто процентов понравится. Это вот даже к бабке не ходить, точно понравится. Так, Нагина с днюшкой, Нагинуть один рожденье. Нагина, реально день рождения у тебя сегодня? Водные дни? Смотрите, водные дни, те, которые вот все прям пугаются этих водных дней, могу сразу сказать, кто хочет, проходит, кто не хочет, пожалуйста, не проходите. Кто боится, кому нельзя, кто говорит, что я помру, если я буду пить воду, пожалуйста, не проходите, можно заменить, у нас всегда есть альтернатива, у нас очень мягко, гибко, абсолютно каждый может найти для себя самое удобное. Ириночка, вы сейчас как валерьяночка для меня. Спасибо большое. Так, ну что, давайте наш марафон суперский, Света пишет. Светланочка, молодец. Так, пишем цифру 2. Все, второе место разыгрывается, второе на марафоне. Кстати, этот марафон февральский, он будет идти со спонсорами. Спонсоры у нас хорошие, это будет сертификат на покупку вечернего платья, причем любое на выбор. В прекрасном салоне Тоби Брайт, очень известная марка. И второе будет место, это розыгрыш сертификата на покупку премиальной косметики ампульной Аркаи. и будет денежный приз. Поэтому этот марафон обещает быть прям вот супер-мега крутым. Так, циферку 2 пишем, девочки. Пишем цифру 2. Итак, Ирина Александровна, очень хочется на марафон, но я встаю в 5 утра, а перехожу в 19 вечера. Леночка, я уже говорила, что это не проблема на марафоне 90% девочек, которые работают, у которых есть дети, мужья, работа, кто-то даже по суткам работает. Если ты чего-то хочешь, то у тебя все получится. У нас на самом деле все очень гибко и можно посмотреть эфир в любое удобное время, потому что все эфиры сохранятся в записи, можете не переживать на этот счет. Итак, цифру 2 написали. Считаю до 10, и начинаю розыгрыш второго места. Быстренько пишите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять с половиной, десять. Итак, закрываю глаза и начинаю и начинаю листать. И раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Кто на марафон придет, тот свое счастье найдет. Так, Люда Кольчина двадцать четыре, Люда Кольчина двадцать четыре. Кто это у нас, что это за Люда Кольчина? Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Это вы, Люда? Да, это я. Да, очень приятно. Людочка, ну рассказывайте, вы были на марафоне? Нет, ни разу не была. Ни разу не была, но слышали, да? Да, слышала. Очень прям хотела попасть, я прям нервничаю. Почему нервничаете? Ну как-то прям для меня это неожиданно. Ну вот, видите, бывают на свете приятные моменты, сюрпризы. Значит, в вашей жизни это срочно необходимо. Значит, это действительно то, что вам сейчас нужно. Ничего просто так не бывает, Люда, в жизни. Правильно? Я очень рада. Да, именно тогда, когда нужно, нам встречаются те люди, которые нам нужны для опыта этой жизни. Поэтому я вас поздравляю. Спасибо, спасибо. Да, напишите мне сразу после эфира в директ, я вам пришлю ссылочку на марафон. Спасибо. Мой администратор Оля пишет, скоро ты станешь звездой. Дай бог, дай бог. Так что все, жду на марафоне. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Повезло, Людмила, вы попали в правильные руки, пишут девочки. Людочка, нажимайте справа на крестик сверху. Угу. Так. Ну что, вот и разыграны два места. Завтра мы с вами разыграем еще одно место. Итого будет три человека, которые поучаствуют у нас в марафоне в виде приза. Поэтому завтра вас всех жду также точно в 20.00 в эфире. А сейчас хочу всем сказать спасибо вам за то, что вы пришли на эфир. Спасибо, что вы со мной в этом блоге, на этой странице. Мне очень приятно ваше внимание. Будьте более активными. Всегда хорошо, когда есть обратная связь. Я со своей стороны стараюсь ответить каждому. если вы недавно здесь, вы, наверное, еще не поняли, но мои девочки, мальчики, которые давно знают, что хоть сердечко, но поставлю. Стараюсь каждому ответить. Поэтому всем пока, всем до свидания и всем до завтра. Но в сторис, в постах я с вами. Поэтому если вы хотите видеть меня почаще в ленте, не жалейте своей сердечки. Мне, в принципе, приятно, конечно, но, к сожалению, так алгоритм Инстаграм составлен, что если вы не ставите лайки, вы не видите меня в ленте. Так что жду вас. Всем пока-пока.